В Краснодарскую и Волгоградскую полицию стали поступать обращения от граждан, которых обманули телефонные мошенники. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области при содействии коллег из Краснодарского края задержали группу лиц, подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. В группу входили трое жителей Новороссийска. Ранее судимые 33-летние и 43-летние мужчины, а также 33-летняя женщина. Злоумышленники действовали по следующей схеме. Звонили на телефоны граждан, представлялась родственниками и сотрудниками правоохранительных органов и сообщали гражданам, что их родственников задержали за незаконный оборот наркотических средств. Для урегулирования вопроса злоумышленники предлагали потерпевшим решить вопрос за деньги. Суммы озвучивались от 250 тысяч рублей и больше. Если денег не хватало, то мошенники соглашались и на меньшую сумму. Подозреваемые доставлены в Волгоград для проведения следственных действий. С кем задержаны? За что задержаны? За мошенничество. Понимаете? Да. В этом встретили. Ну, звонили мне, представлялась Алексей. И назначил, ну, давай встретим, короче. Поговорить хочу. Ну, встретились, поговорили. Он объяснял, что есть такое, это, хочешь работать, деньги заработать? Ну, да. Ну, я же играю в онлайн-игры. Онлайн-игры. Ну, спортивные. И это. Игреваем там деньги. И это. Давай, если будешь обналичивать, ну, деньги. Вот. Давай. Не сказали они. Сколько процентов этого, сколько давали, короче. Они сознались в содеянном. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. По ходатайству следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а женщине в виде домашнего ареста.